И всем привет, ребят, с вами Мастер Бак, и я все записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мы обсудим новую интересную информацию, которая появилась у меня, связанная с трофейными устройствами. Мне скинули фрагмент, в котором наглядно видно работа нового трофейного устройства на молот, которого до сих пор у нас нет еще в игре. Если судить по информации по Википедии, там у нас все до сих пор засекречено, но мне скинули инфу, не знаю, насколько она правдоподобная, насколько она реальная, и насколько она совпадет с реальностью, которая будет потом, но как информация, которую мне продемонстрировали, я точно ее пропустить не мог. Если вы ждали подобного рода видеоролики, вам вообще нравятся видосы, связанные с трофеями, потому что у нас есть еще один трофейчик на обзор. Если этот видос вам понравится, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Давайте наберем 150 лайков, и после чего я запишу видос уже со следующим трофейным устройством, которым еще нет никакой абсолютно информации. И также не забывайте, конечно же, поддерживать не только лайком, но и подписываться на канал. Ну и не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунте киснуть ему личные такты к темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо трофейного устройства на молот, то на сегодняшний момент времени эта пушка уже в трофеях имеется на протяжении, ну, наверное, довольно немаленького периода времени, да. И до сих пор на этой пушке никто у нас трофея не набил, да. Вроде как там есть ребята, у которых уже по 3-4 миллиона набито на этом фениксе, но до трофейного именно устройства еще никто не дошел, так как здесь информация с трофеем находится в секрете. Сейчас разработчики игры уже добавляют информацию по трофейным устройствам после того, как эти трофейные устройства уже кто-то получает на свой аккаунт, по крайней мере, это было с определенными устройствами до этого. Ну и сегодня мы посмотрим максимально коротенький фрагмент, и дальше я прочитаю ту приписку к этому устройству, которую мне скинули, да, потому что, ну, ее исходя из видеоролика понять довольно-таки сложно, за исключением того, что молот у нас точно будет работать как дуплет, ну и есть к нему, еще к этому дуплету определенные интересные параметры, поэтому давайте быстро посмотрим фрагментик, довольно-таки короткий, ну а дальше уже остановим его, может быть, будем пересматривать, да, и смотреть, как это все дело работает. И еще, если честно, особо сильно непонятно, где был записан этот видеоролик, да, потому что здесь у нас получается, это что-то, что-то вроде тестового сервера, да, что-то вроде тестового сервера, но при этом здесь можно воткнуть самому количество танков, и это палуба 9 с подъемами на краях. То есть я не знаю, как и где и на каких серверах был записан этот фрагмент, да, но как информация, которую я получил, ну, в принципе, интересно, а почему нет, да, если еще и эта информация окажется в конечном итоге правдоподобной для тех ребят, которые бьют трофей прямо сейчас на молот, я думаю, что это может быть даже и интересной информацией, и дополнительной мотивацией. Так, исходя из того, что у нас здесь есть, я звук выключу, чтобы там сильно не стучал этот молот, у нас есть дуплет, да, у нас есть дуплет, который наносит урон довольно-таки с быстрой перезарядкой, да, то есть перезарядка здесь довольно-таки хорошенькая в плане именно перезарядки, как, ну, как, наверное, у штурмовой кассеты, может быть, как у штурмовой кассеты, плюс-минус, где-то в этих параметрах, да, и по этому 5-секундному ролику, да, видно, что разброс и еще у этого молота тоже довольно-таки неплохой. То есть есть быстрая возможность наноса урона, есть дуплет, да, и есть неплохая дальность. То есть у нас, ну, довольно средняя дальность здесь получается, да, из тех параметров, которые мне написали. Перезарядка между выстрелами минус 90, то есть это дуплет, да, то есть это, по сути, дуплет и работа его. Дальше дальность плюс 45%, то есть это уже получается что-то вроде крупнокалиберной картечью и молотую на дальность что-то среднее между этими двумя устройствами, да. При этом перезарядка в принципе минус 30%, ну, и снарядов в кассете 2, да, то есть больше снарядов нету. То есть, по сути, мы имеем совокупность двух, может быть, даже трех устройств, да, то есть в первую очередь это у нас получается дуплет, да, получается крупнокалиберная картечь, да, можно еще и приписать слагерису даже, да, то есть потому что дальность довольно-таки неплохая. Ну, и более быстрая перезарядка молота самого, да. То есть в целом, наверное, как трофейное устройство, это что-то похожее по балансу на страйкера, да, и по ощущениям это не будет какая-то оверсильная имба, как и Зида, например, да, которая изначально вышла, и было прям, ну, как-то очень и очень неожиданно увидеть такое устройство, которое прям по балансу значительно жестче, чем любое другое устройство на Зида, да. Здесь все-таки с молотом ситуация будет обстоять следующим образом, что у нас как бы есть балансные устройства, да, есть балансные устройства, и есть какие-то более имбовые устройства. И трофей получается ровно между ними, да, между супер имбой и между не супер сильными устройствами, да, как это работает на страйкере, да, то есть чтобы и как бы труд игрока, который бил 5000 очков, был ценен, да, в каком-то виде. Ну, и чтобы это не было какой-то лютейший имбой, как и Зида с трофеем, да. Исходя из вот такого фрагмента, я вижу для себя лично вот такую вот ситуацию. Вопрос лишь только в том, насколько это правдивая информация, да, насколько это реально правда, и насколько это вообще будет соответствовать с реальностью, потому что может быть такое, что это вообще не то устройство, которое выйдет по итогу, да, потому что все-таки мне это скидывают как предположение. И откуда берут эту информацию, мне тоже не говорят, я не знаю. Там говорит в каком-то канале, там, я получил вот такую вот инфу, и это типа трофейное устройство, да. Вопрос лишь только времени, и через время мы вместе с вами узнаем, насколько это правдивая была инфа, и насколько молот трофейный уже итоговый будет совпадать с этим фрагментом и этим видеороликом. Поэтому, может быть, для кого-то это будет полезная информация, может быть, для кого-то эта информация станет дополнительной мотивацией набивать это замечательное устройство трофейное. Ну, а вы напишите, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу этого трофейного устройства. Верите ли вы в то, что это трофейное устройство может выйти именно в таком виде? Ну, и если вам понравился данный видеоролик, то обязательно забывайте поддерживать данный видос лайком. Как я уже сказал в начале видоса, набираем 150 лайков, и выкладываю еще одно трофейное устройство с еще одним предположением того, как оно будет работать. И там, честно скажу, есть уже более большое количество изменений на это устройство и на этот трофейчик. Поэтому 150 лайков и видеоролик будет на канале. Обязательно поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и участвуйте в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok